Добрый вечер, это новости ТВК. Меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных на наш взгляд событиях этой пятницы 17 августа и в начале главной темы дня. Старые бордюры СМИРа становятся новыми на колени на абсурды дорожного ремонта в Красноярске. Российские власти сделают опеку и усыновление еще сложнее. В Несерстве просвещения предложили ограничить число детей в семье. Прогнозы МЧС. Купальный сезон официально завершен, но спокойнее от этого не стало. Нас ожидают магнитные бури и массовый сбор грибов. Исторические места нашего города. Вы их наверняка видели, но вряд ли знали их историю. Заключительная серия проекта «Неизвестный Красноярск». Это новости ТВК. Мы начинаем 2 км в час. С такой скоростью сегодня вечерний час пик. Двигались машины в центре города. Серьезные заторы были на проспекте Мира, на улицах Ленина, Винбаума и Республики, а также на проспекте Свободной и улицы Караульной. Сервис Яндекс.Пробки показывал до 8 из 10 баллов. Красноярцы решили к такой ситуации отнестись с юмором и писали в приложении забавные комментарии. Например, советовали перекрыть еще и Мира, чтобы, цитата, всякие там на работу не ездили. Кто-то использовал пробку как возможность познакомиться и спрашивал, есть ли в пробке свободные девушки. А кто-то считывал на то, что голод застал их в дороге или наоборот на не вовремя съеденный арбуз. Еще больше забавных комментариев можно посмотреть на нашем сайте tvk6.ru. Там целая подборка интересных цитат из красноярских пробок. Новые бордюры поменяли на старые. На улице Калинина установили уже износившиеся ограждения с проспекта Мира. А на Ленина вскрыли асфальт, который уложили накануне. Во фсордах городского ремонта сегодня разбиралась Алена Крашенинникова. Гранитные бордюры, которые демонтировали с проспекта Мира, сегодня устанавливают на улице Калинина каменные поребрики. Плохо сочетаются с панельными домами, говорят прохожие. Жалко, что они это не на улице Мира, а обратно вставляют, а привозят сюда. Да и дорога после такого ремонта обновленной не выглядит. Это абсолютно старый камень, который уже отжил свое. Здесь есть и сколы, и трещины, бордюры абсолютно неровные. И можно было бы подумать, что их убирают отсюда, но нет, их уже выровняли и готовят к заливке. Как рассказали в департаменте городского хозяйства, это было сделано по просьбам красноярцев. В прошлом году горожане попросили сохранить гранитные ограждения. В прошлом сезоне, когда начали в центре, например, менять гранитные бордюры, общественность очень сильно возмутилась по поводу того, что они могли бы служить еще долго, возможно, даже на других участках в городе. И все специалисты подтвердили, что в этом есть рациональное зерно, поэтому в этом году такая практика применяется. Служители Устиновича тоже пожаловались на удивительный ремонт. Посмотрите, прямо на пешеходных дорожках им установили вот такие вот заборчики высокие. Жители жалуются, что это странно, когда они не могут подойти к дороге из-за вот такого забора. Но успокоим, потому что буквально в пяти метрах здесь есть пешеходный переход и открытая зона для прохода, для того, чтобы люди не выходили на дорогу в неположенном месте, а выходили только в положенном. Посмотрите, здесь можно сразу перейти дорогу, причем сделать это абсолютно безопасно. Еще один пример удивительно абсурдного ремонта – вот это фото, которое нам прислали подписчики. На них улица Ленина. Рабочие уже залили верхний слой покрытия. А уже сегодня им понадобилось установить новые канализационные плиты. И в новом асфальте появились вот такие дыры. Скорее всего, постоять в пробках в центре красноярцам придется немного дольше, чем это предполагалось. Ну а уже сегодня нас ждут сразу два новых перекрытия. Этой ночью частично перекроют улицу Лесная по направлению к Свободному. Там стартует дорожный ремонт. По другой полосе там запустят реверсивное движение. Еще одно ограничение движения на правобережье произойдет между улицами Симафорно и Корнетово. Там проведут ремонт железнодорожных путей. Продлится ограничение менее суток с сегодняшнего вечера до завтрашнего дня, 18 августа. Ограничить движение на улице Юности во вторник, 21 августа, там пройдет выставка цветов. В связи с мероприятием улицу перекроют от центрального проезда до дома по адресу Юности, 18А, с 7 утра до 2 часов дня. Парковка на этом участке также будет запрещена. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев, Новости ТВК. Не делают движения в центре свободней аварии, которые происходят прямо сейчас. А самое обсуждаемое сегодня не поставил на ручник и смял четыре машины. Небольшой грузовик скатился с горки и протаранил припаркованные на стоянке автомобили. Авария произошла днем на улице Кирова. Никто не пострадал. По словам виновника ДТП, он остановился на пригорке и вышел из машины. Однако не поставил грузовик на ручной тормоз и автомобиль скатился вниз. Три машины пострадали частично, а вот семерка, которая приняла на себя основной удар, восстановлению не подлежит, рассказывает владелец. В ГИБДД новостям ТВК пояснили, водитель был трезв. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, произошедшие у вас, опрашивают очевидцев. Владимира Владимирова сняли с выборов в городской совет. Все из-за ошибки в оформлении документов. Судебное заседание состоялось сегодня в Центральном районном суде. И решение окружной избирательной комиссии о регистрации Владимирова в качестве кандидата признали незаконным. Это значит, что из предвыборной гонки он, скорее всего, выбывает. Законной силы решения пока не вступило. Окончательную точку поставит уже Краевой суд. И Владимиров собирается подавать туда жалобу. Конечно, неприятно все это выслушивать. Такие решения. Потому что мы, честно, собрали документы, подали, зарегистрировались. Ну, я говорю о себе. Я получил удостоверение кандидата, начал предвыборную кампанию. И вот начались такие вот всякие перипетии. Я выполнил все по букве закона. И вот так неприятно, конечно, с середины дистанции, когда тебя снимают, когда ты, по сути, уверен в победе. В качестве кандидата избирательная комиссия зарегистрировала Владимирова в конце июля. Вместе с ним удостоверение получили еще 17 патриотов. Напомню, накануне Краевой суд отменил это решение комиссии. Причина та же – формальные ошибки в оформлении документов. Добавлю, до вступления в силу законного решения Владимиров остается кандидатом и все еще остается депутатом городского совета. Выборы в местный парламент пройдут 9 сентября. Новую школу не строят, старую не ремонтируют. Учебный год может не начаться в поселке Большой Унгут в Манском районе края. Школа там признана аварийной. За две недели до 1 сентября родители не знают, куда везти своих детей. До ближайшего учебного заведения полсотни километров. 1 сентября люди грозятся выйти на митинг. Все подробности у Виталия Полякова. Вы жадные. Не можете дать нам денег на новую школу. Это Данила про краевых начальников. Его школа, единственная в поселке, 1 сентября может не открыться. Она аварийная и суд определил запретить туда доступ детей. И что теперь делать? В школу Дане и его сестре Тамаре охота. За лето соскучились. Мама их воспитывает одна, несмотря на трудности, накупила новые одежды, взяла новые ранцы и все остальное. И она не понимает, почему за лето проблему со школой решить чиновники так и не смогли. Они-то сидят, занимают свои посты. А что-то для народа сделать ничего не хочется. Деньги жалко вкладывать. Но хотя бы капитальный ремонт мы могли бы сделать. У школы в Большом Унгуте народный сход. Решают, что делать. До нового учебного года чуть больше двух недель. А к ремонту школу никто не приступал. Даже проектно-сметная документация не готова. Мы многого не требуем. Мы просим, чтобы у нас в этом году открыли школу. И дали твердое подтверждение, что в следующем году будет строиться новая школа. Чтобы наши дети учились нормально. Чтобы у них была и физкультура, и пищеблок. Люди настаивают, здесь два здания. Одно действительно вот-вот развалится, другое еще постоит. Хотя и здесь на потолке специальные маяки, которые мониторят процесс разрушения. Зданию 60 лет. Но люди готовы отправлять сюда своих детей, лишь бы учились. Очень хочется, чтобы первое сентября мы отпраздновали в этом здании. Чтобы в этом году у детей первое сентября было. Примечательно, что полтора года назад власти пообещали, что в Ангуте будет новая школа. А еще новая дорога и сотовая связь. Но ничего этого в поселке до сих пор нет. Нам обещали, и сам губернатор Толоконский, бывший, нам обещал, что первого сентября 2018 года дети пойдут в новую школу. Ну, факт вы видите сами. Если школу все же закроют, как в соседних деревнях, то Большой Ангут может умереть. Она здесь городообразующее предприятие. 30 сотрудников, 57 детей. На учебное заведение работает котельная и другие организации. Ну, не будет школы, не будет же рабочих мест. Люди уедут. Начнут разъезжаться, да. Поэтому, ну, это беда не только вот как бы, да, школы там родителей учащихся, да. Это беда поселка. А ведь в эту школу ходят не только дети Большого Ангута. Сюда возят ребятишек из трех соседних поселков. Там классы закрыли по той же схеме. Денег на ремонт не выделяли, а затем здание признали непригодными. Родители, конечно же, не хотят, чтобы их детей возили на учебу в другую школу. Она отсюда за 50 километров. Вот по такой гравийной дороге. Это сейчас лето, а зимой эта трасса станет вдвойне опаснее. Сейчас жители уже готовы на крайние меры. Например, выйти на митинг 1 сентября. И глава поселка их в этом поддерживает. Если требования не будут услышаны, и митинг в Ангуте не даст результатов, люди намерены пикетировать краевое правительство. Виталий Поляков, Сергей Малафеев. Новости ТВК. Через 10 минут в новостях ТВК о самых интересных и ярких событиях предстоящих выходных. А через 2 минуты расскажем, почему цены на колбасу могут существенно вырасти. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Фигурант так дела. Новое величие перевели под домашний арест. Накануне суд смягчил меру пресечения и отпустил из-под стражи 19-летнюю Марию Дубовик и 18-летнюю Анну Павликову. Об этом сообщает Федеральное информагентство. Напомним, по версии следствия, девушки хотели захватить власть в России после госпереворота. Страна защиты настаивает, что все это провокация. Девушки лишь критиковали политический строй, а организация, со слов адвокатов, была создана агентом ФСБ под прикрытие. В отношении Павликовой и Дубовик возбудили уголовное дело. В марте их поместили под стражу. Ранее мать Павликовой сообщала, что у ее дочери начались проблемы со здоровьем. За день до заседания суда в Москве прошел марш матерей в поддержку девушек. По разным оценкам, на протестную акцию, которая не была согласована властями, вышли от 300 до 2000 человек. Митингующие скандировали детям не место в тюрьме. Накануне суд вынес решение отпустить девушек домой. Но расследование уголовного дела продолжается. Сейчас Павликова и Дубовик находятся под домашним арестом. В России может резко подорожать колбаса, а дорожные полицейские усилят контроль за водителями. Обо всем подробнее в рубрике «Новости коротко». Производители мясных изделий заявили о скором повышении цен на колбасы и в полуфабрикаты. Мясопереработчики просят розничные сети поднять стоимость своей продукции. Однако в магазинах пока не спешат идти навстречу. Поэтому производители обратились к вице-премьеру страны Алексею Гордееву, чтобы он разобрался в ситуации. Свою просьбу они оправдывают резким повышением закупочных цен на сырье. А на выходных дорожные полицейские усилят контроль за водителями. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать на несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. А в ночное время они будут ловить пьяных водителей. Полицейские будут задействовать и скрытые патрули. Поэтому будьте внимательнее во время движения. А с 17 августа аэропорт Красноярск открывает новый регулярный рейс в Москву. Полеты начнет выполнять авиакомпания «Нордвин» в аэропорт Шереметьево. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании. И в кассах аэропорта стоимость авиабилетов от 7200 рублей. Абонент недоступен. Выполнил ее художник из Москвы. Как он сам написал в социальных сетях, мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Все сконцентрировано, зациклено на смартфонах. Можно ли сходить на экскурсию на кладбище? И какой он дом терпимости 19 века? Обо всем расскажет Софья Питеркина. Прямо сейчас смотрите заключительную серию проекта «Неизвестный Красноярск». Сегодня об исторических местах нашего города. Сегодня серия у нас посвящена историческому Красноярску. И да, мы находимся на кладбище. Поверьте, оно тоже может быть памятником культуры. Ведь это одно из самых старых кладбищ нашего города. Но обо всем по порядку. Троицкое кладбище. Мне кажется, на него можно смело водить экскурсии, как в Европе. Троицкое кладбище – одно из самых старинных кладбищ нашего города. И единственное, пожалуй, которое до сих пор сохранило вот такие памятники еще 19 века. Посмотрите, это же произведение искусства. Хочется просто ходить и разглядывать. На Троицком кладбище вы найдете могилы купца Годолова, декабристов Митькова и Давыдова и оперного певца Славцова. Но самое интересное – здесь покоится тот самый командор Рязанов. По преданию, похоронен он был на Воскресенском кладбище, на Стрелке. Но после того, как собор и погост вместе с ним снесли, Прохризанова перезахоронили на Троицкое кладбище. Отдельного внимания заслуживает и Троицкий собор, расположенный на территории погоста. Построили собор 170 лет назад, и за свою эпоху он пережил немало. В советские годы его закрыли и сделали здесь холодный склад. А священнослужителей тогда было принято расстреливать. Храм приходит в негодность, и было принято решение о закрытии и передаче собора, автомотоклуб и цех кожевиных и делей фабрики. В середине 40-х годов храм был возвращен. Внутри собор украшают старинные иконы и люстры, а с самой высокой точки – колокольни – открываются очень красивые виды на центр города. Вы даже не представляете себе, что было в этом доме. С виду обычное трехэтажное кирпичное здание во дворе жилого дома в самом центре. Раньше было оно очень популярным. Здесь располагалась гостиница, которую в народе называли «домом терпимости». Проспект Красных Фонарей, нынешние улицы Перенцона и Баграда. В начале прошлого века на них располагались все восемь городских борделей. Вот этот на Баграде-92 был самым большим. Говорят, принадлежал некой мадам Тарабайкиной. Раньше это заведение было местом работы для значительной части женского населения нашего города. Профессия девушки легкого поведения не считалась чем-то зазорным, да и за одну ночь жрица любви могла получить до 15 рублей. Интересный факт. Каждая публичная женщина получала смотровую книжку, которая давала ей право на оказание сексуальных услуг. Деятельность борделей вообще очень тщательно контролировала полиция. По сути, прикрывала их. В 1914 году все бордели в городе закрыли, и сейчас о былой славе этого здания напоминает только его цвет и множество замурованных ходов и окон. Внутри же дом терпимости претерпел значительные изменения. Теперь здесь располагаются офисные помещения. А сейчас мы находимся на территории электровагоноремонтного завода. Согласитесь, необычное место для расположения исторических зданий. Но вот вы посмотрите, вот этот цех стал свидетелем революции 1905 года, и его стены просто истерзаны дырами от пуль. События столетней давности это здание запомнить еще надолго. Тут как будто до сих пор стоит свежий запах снарядов. Кстати, вот один из них хранится в местном музее. А, да, про цех. Так вот, в 1905 году в этом цехе 800 рабочих революционеров неделю держали карательную осаду царской армии. Сразу скажу, все остались живы-здоровы. Царская власть просто решила припугнуть всех инакомыслящих. Революционные события этой первой русской революции очень тесно были связаны с нашим предприятием. Потому что именно здесь зародилась самая крупная революционная, можно сказать, ячейка. Потому что здесь, именно здесь была самая большая концентрация рабочей силы. 800 рабочих, которые закрылись в правозоборочном цехе, и этим самым хотели доказать возможность сопротивления, они как раз выдвинули свои требования. А требования были очень простые. Уменьшение рабочего дня, социальное страхование и повышение заработной платы. Несмотря на то, что осада закончилась поражением рабочих, их требования власть удовлетворила. Вот такая история. Представляете, больше ста лет назад здесь гремела революция, а теперь здесь гремит электромашинный цех. Да, я таки однозначно убедилась, что история тоже может быть интересной. Поэтому все не сидим, собираемся и идем путешествовать по историческому Красноярску. Ну а с вами, как всегда, Софья Питеркина и Николай Чистяков. Все серии проекта в нашем сайте ТВК 6.ру смотрите и делитесь. Ну а прямо сейчас еще об интересном в нашем городе выставка уличных художников, обитателей Мирового океана и мюзикл-комедия. Куда можно сходить и что посмотреть на этих выходных, расскажет Елизавета Курочкина в рубрике «Афиша». Погода снова радует. В Красноярск вернулось тепло. Это значит, выбираемся на улицу, как это сделали художники. В парке ДК 1 мая проходит фестиваль уличного искусства. Здесь собраны работы современных уличных живописцев со всей страны, есть и работы зарубежных мастеров. Все мы знаем Бэнкси, английского уличного художника. Здесь его работ вы, конечно, не найдете, но познакомиться с тем, чем он занимается, и с понятием стрит-арт точно сможете. Выставка проходит каждый день до 30 августа с 10 часов утра. Еще одна выставка хоть и проходит в помещении, но позволяет оказаться на морских глубинах. Кроверческий музей проводит выставку обитателей Мирового океана. Зеленая морская черепаха, морской конек, крабы, омары. Здесь собрано больше 40 экспонатов экзотических животных акваторий Мирового океана. Выставка хоть и небольшая, но интересная. Работает каждый день с 10 часов утра. Чтобы на нее попасть, нужно купить входной билет для взрослых. Он стоит 150 рублей, а для детей всего 70. Не только посмотреть, но и поймать водных обитателей можно будет на рыболовном фестивале «Сибирский Хариус» в Девногорске. Он пройдет и в субботу, и в воскресенье. Уже зарегистрировано больше 60 команд по 2 человека в лодке, а победителям обещают ценные призы. Теперь переместимся обратно в Красноярск на остров Татышев. В воскресенье всех приглашают на летний волонтер-фест. Горожанам расскажут все про добровольческие отряды, а также как туда вступить. И не только. Здесь для гостей будут работать различные площадки. Например, пункты сбора вещей для нуждающихся и корма для животных. Также маленьким детям будут рисовать аквагрим на лице, ну а вечером всех ждут на концерт. Даже если вам волонтерская деятельность не особо интересно, провести теплый летний день на острове под музыку – отличная идея. И напоследок предложение для тех, кто, несмотря на жару, решил не идти на прогулку, а сходить в кино. И сходить можно, например, на мюзикл «Мама Мия 2». Фильм основан на самых популярных песнях группы «Абба». Кинолента очень добрая, легкая и точно оставит хорошее настроение. Идет она во всех кинотеатрах. Цена билетов – под 100 рублей. На этом мы закончим наш обзор. Проведите эти выходные с пользой и насладитесь этими летними теплыми деньками. Елизавета Курочкина, Сергей Малафеев. Новости ТВК. В трусах и ластах закрыл купальный сезон. Красноярец решил отметить окончание лета, однако не на пляже у водоема, а на полу в супермаркете. Видеозаписи инцидента опубликовали в интернете. На кадрах полуголый молодой человек лежит на полу в гипермаркете, а рядом по кафелю прыгает живая рыба. Охранник магазина пытается прекратить сомнительное развлечение покупателя, но у него ничего не выходит. В какой-то момент парень ловит рыбу и пытается донести ее до аквариума, но подскальзывается. Смотрите, какие клоуны у нас в Красноярске. В итоге сотрудник охраны берет молодого человека за руку, ставит на ноги, и они скрываются за прилавками. Что происходило дальше, неизвестно. Через три минуты в новостях ТВК расскажем про возможное ограничение на усыновление и опеку, что предлагает Минпросвещение. А через девять минут красноярцы разыскивают свидетелей жестокого избиения на правом берегу. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. В России готовятся ужесточить правила усыновления. С таким предложением выступило Министерство просвещения страны. В частности, ведомство предлагает сократить допустимое число детей в приемной семье. Сейчас их число рекомендуется не превышать восьми. Как заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева, «Это не детский сад, не детский дом семейный, это другая форма». Кроме того, Министерство предлагает усилить требования к приемным родителям. Речь идет о более тщательном психологическом тестировании. Об изменении правил ведомства задумались после сразу нескольких случаев насилия и убийств детей в приемных семьях. По словам Васильевой, одна из основных причин трагедии – небрежный отбор приемных родителей. Отмечу в начале августа о реформе органов опеки и попечительства говорила и уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Инициатива прозвучала после громкого убийства девочки приемным отцом в Казани. Кстати, проект закона с соответствующими изменениями уже разработан Министерством просвещения. В документе говорится, что подготовлен он по поручению президента. Федеральные чиновники не стали афишировать этот факт. Проект просто отправили на одобрение во все региональные Министерства образования. На этой неделе документ получили и в Краевом ведомстве. В нем указаны уже конкретные изменения в правила усыновления. Так, например, в семье, в которую хотят взять ребенка, должно быть не более трех детей, включая родных. Справку о судимости должны предоставить все совершеннолетние члены семьи. Кроме того, под опеку или усыновление в год можно брать только одного ребенка. Если меняется состав семьи, нужно уведомить органы опеки. Сейчас с проектом закона знакомится во всех региональных министерствах. В нашем ведомстве уже дали положительное заключение. Все направлено на безопасное проживание ребенка в замещающей семье. И в первую очередь на то, чтобы не родителям искать ребенка, а ребенку подбирать психологический тип родителя, которому подходит. Однако в обществе эти инициативы восприняли неоднозначно. Приемные родители в социальных сетях уже опубликуют свои комментарии. Они рассказывают о своих семьях, в которых счастливо живут по пять и более детей, в том числе приемные. А это будет невозможно по новому закону, если его примут. Насколько оправданно и необходимо ужесточение закона об усыновлении и опеке? Или, напротив, подобная инициатива приведет к росту бюрократии и лишит сирот возможности обрести семью? Об этом мы спросили директора фонда «Счастливые дети» Светлану Ковалеву. Светлана, скажите, пожалуйста, насколько изменения в правила усыновления и опеки детей необходимы? И насколько они необходимы именно в плане ужесточения? Я думаю, что в плане ужесточения это, конечно, очень крайняя мера, которая вряд ли принесет хорошие плоды и какие-то хорошие результаты. Потому что, когда на родителей еще какие-то требования накладываете, тем более так резко и так односложно, то это ни к чему хорошему не приводит. Скорее, меры, конечно, нужны, и систему нужно поддерживать и менять ее, но в каких-то других ракурсах. Вот эти идеи – ограничить количество приемных детей в семье, ограничить количество вообще детей. Психологическое тестирование дополнительное – разве это плохие идеи? Они не будут работать, как вам кажется? Вот смотрите, тоже. Вот возьмем, например, психологическое тестирование. К чему это сведется? К тому, что человеку просто будут дополнительно к тому, что он проходит ШПР, собирает справки, к нему приходят еще органы опеки, смотрят. То есть дополнительная бюрократия? Да. Если это просто тест. Потому что тест на самом деле ничего не выявляет и не проявляет. А по поводу ограничения количества, да? Мне сложно сказать, но мы сами приемными родителями были с мужем. И, на мой взгляд, мне кажется, это оправдано. Как вам кажется, если эти поправки примут, будут ли родители, которые откажутся от идеи усыновления, просто потому что стало сложнее? Да, думаю, будут, конечно, будут. Ну, еще раз повторю, что я все-таки против этой меры психологического тестирования, вот в таком виде, в котором сейчас ее предлагают. Ну, потому что, да, это оттолкнет, конечно, людей еще больше. И еще больше, мне кажется, закроет потом приемную семью. Ну, потому что кому хочется быть все время в страхе, что вот своих детей могут забрать. Одно из объяснений, почему эти изменения нужны, предотвратить насилие возможное в семьях, участились, к сожалению, подобные случаи. На ваш взгляд, эти меры помогут избежать подобных ситуаций? Мне кажется, есть другие меры, они более глубокие и эффективные. Это сопровождение. Это сопровождение и помощь приемным родителям в воспитании детей, которых они приняли в семью. Есть также, например, такой индивидуальный отбор, да, что вот этим родителям лучше брать вот этого ребенка. И этому, вернее, не так, этому ребенку лучше вот этих, да. И больше опираться на то, именно на особенности ребенка. Вот этому ребеночку нужно вот таких родителей, вот. У нас чиновники пытаются идти по пути меньшего сопротивления. Ну, что это? Но ведь эти меры, которые они предлагают, по сравнению с тем, что предлагаете вы, очень просто. Вести тестирование, попросить у родителей дополнительные справки, ограничить количество детей. Здесь не нужно активно участвовать в жизни. Ну, конечно, да. Но вот эти меры, они точно не решат проблему сиротства, не решат. Потому что иногда сейчас можно ребенка вообще не изымать из семьи, а лучше там поработать над тем, чтобы в этой семье, в которой есть сложности и трудная какая-то ситуация, сохранить ребенка, не изымать его. Судан, спасибо вам большое за интересную беседу. Да, пожалуйста. Помогите найти свидетелей. Оксана Василишина, руководитель организации поиск пропавших детей, теперь сама обратилась за помощью к красноярцам. В эту среду, 15 августа, около 7 часов вечера, ее и супруга, Олега Быкова, жестоко избили на парковке автовокзала «Восточный». Сейчас мужчина находится в реанимации БСМП, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Сейчас Оксана ищет свидетелей происшествия, так как инцидент не попал в объективы камеры уличного наблюдения. В полиции решается вопрос возбуждения уголовного дела. Сейчас правоохранители ждут заключения медицинских экспертов. Если вы можете сообщить информацию, которая поможет разобраться в случившемся, звоните лично Оксане по телефону 8 950 996 60 66. Оксана Василишина организовала волонтерский отряд поиск пропавших детей в 2012 году. За время существования организации добровольцы провели почти тысячу поисков. За прошлый год силами волонтеров удалось найти 30 детей. Купальный сезон завершен. Пляжи на Абаканской протоке и острове Татышев закрыли. Зато в самом разгаре сезон сбора грибов. Какие рекомендации дают грибникам спасатели, расскажет прямо сейчас замначальника Главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Он в студии Валерий Ильич. Добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Хотелось бы предупредить сразу. Метеозависимых предупреждаем. С 17 по 20 августа ожидается сильный магнитный бурь до 7 баллов включительно. Будьте осторожны. Особенно предупреждаем водителей. Будьте внимательны. Предстоящие выходные и начало следующей недели будут довольно-таки теплыми. До 20-28 градусов. Остатков не ожидается. Вместе с тем, со вторника по четверг мы ожидаем понижение температуры до 24-х. Ожидаются дожди и грозы. Также мы ожидаем усиление ветра в субботу и в четверг. Из-за дождей возможно локальное подтопление участков улиц Советского, Октябрьского, Ленинского, Красноярского. Всего 13 мест неизвестных. Вместе с тем, уважаемые красноярцы, еще велика пожарная опасность в лесах. В крае горит более 318 тысяч гектар лесных массивов. Напоминаем, в крае действует особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах. Соблюдайте необходимые ограничения. Несмотря на то, что купальный сезон закрыт, на водоемах Красноярска, края продолжают гибнуть люди. За прошедшую неделю в крае утонуло 6 человек. 5 были спасены, в том числе 3 детей. Напоминаю, что вода в реках и озерах уже прохладна. Купаться не рекомендуется. В Хакасии на озерах температура воды 14 градусов. На озерах Шарыповского района, она еще ниже, 12 градусов. На Усавитата Шиво-Абаканской протоки, а также в Железногорске и других городах купальный сезон завершен. Пляжи закрыты. Медики и спасатели уже не дежурят. Поэтому купаться там крайне не рекомендуется. Уважаемые красноярцы, напоминаю любителям отдыха за городом. Соблюдайте правила поведения на туристических маршрутах. За эту неделю в Ермаковском районе потерялись трое взрослых и четверо детей. В заповеднике Столбы спасатели оказали помощь четырем людям. В Ергаках спасли сорвавшиеся сосковые туристы. Уважаемые красноярцы, всего за летний период заблудившихся людей в крае более 120 человек. Также несчастные случаи с туристами происходили и в соседних регионах. Республика Алтай, Бурятия и Иркутская область. Мы обращаемся ко всем туристам. Прежде чем выйти в лес, продумайте свой маршрут. Сообщите родным и близким, куда именно вы отправляетесь и когда вернетесь. Регистрация туристических групп на территории края производится в единых дежурных диспетчерских службах и КГГУ спасателей. Особенно небезопасные зоны для туристов. В 12 лет употреблять грибы в пищу нельзя. Каждый год, в сезон сбора грибов происходит более 10 отравлений. Ну и хотел бы предупредить красноярцев. Обращаемся к садоводам, чьей дача находится в Березахском, в Емельяновском районе. Будьте крайне осторожны. Были замечены медведи. В Березахском районе хищники были замечены возле СНТ. СНТ Учитель 92, Родники, Ветеран 10, в Емельяновском районе возле станции Тростенцова. Уважаемые красноярцы, сводите прогноз возникновения чрезвычайной ситуации на канале ТВК в это же время. До свидания. Спасибо большое, Валерий Ильич. Прямо сейчас в эфире новости ТВК информация о погоде на завтра и ближайшие дни. Прямо сейчас в эфире новости ТВК.